Здравствуйте! Да, вы угадали что сегодня пойдет речь о снеговой лопате. Надоело нам покупать эти лопаты ежегодно, а то и несколько раз в году выйдем из этого положения. Не будем зря деньги тратить на эти лопаты, а будем их восстанавливать. Потому что лопата это хороший, облегченный и мокрый снег к ней не пристает. Для этого просто необходимо ее восстановить в лучшее положение, которое она могла бы нам приносить пользу. Для этого что необходимо? Сюда на заклепки поставим металлическую пластину. Вот здесь у меня уже они приготовлены. Вот это будет пластина находиться снизу. Вот такая снизу пластина. Уже отверстие я подготовился. Это она мне была в использовании. Ее мы будем крепить здесь снизу на заклепке. Вот так мы ее прикрепим. Это будет нож для срезки льда или еще чего-нибудь. Снег, конечно, он и так возьмет и пластик, но где лед бывает или какой-то бугородчик, у нас вот этот пластик просто рушится. А так этим лезвием металлическим мы будем его срезать. Сверху на эту лезвину ложим вот такую пластину. Вот мы ее выгибаем по форме лопаты и накладываем в эту пазу. Так она накладывается и будем соединять ее на заклепки друг с другом. Она будет прочно и долго еще нам служить. Один сезон, а то два прослужит уж точно, пока с нижней стороны у нас не протрутся заклепки. Когда у нас сотрутся эти заклепки, мы просто эту лопату восстановим, заменяя эти заклепки. Можно заклепки делать и более надежные, металлические. Они дольше прослужат, чем алюминиевые. Но я буду использовать обыкновенные вот такие заклепки. Алюминиевые заклепки 4 на 10 или 4 на 12. Можно и толще, но тоньше не советую. 3,2 я ставил, они быстро выходят из строя. Недолго хватает такие. Вот такие лучше, которые четверка не ниже. 4 или 4,8 брать заклепки. Для этого нас сверлим отверстия и будем соединять их по лопате. Итак, приступаем. Вот так мы скрутили эти места, где просверлили отверстия на болтик в двух местах. Там и тут соединили. Вот так выглядит вот это устройство. Такое лучше показать. Вот так выглядит это устройство, как мы видим. Вот она форма. И теперь это устройство мы просто одеваем на лопату. Одеваем на лопату. Одеваем ее. Все, одели. Теперь, когда мы вот так одели, берем обыкновенный дрель и по этим двум смежным отверстиям, которые есть в двух металлических пластинах, просверлим мешок лопати эти отверстия. Просверлили здесь. Здесь и везде мы по периметру, где нам необходимо произвести заклепки. Там везде просверлим. Просверлим все насквозь. Просверлили. Теперь берем, чтобы это все не сбилось в двух крайних местах, когда просверлили. Берем обыкновенный вот гвоздик и вставляем эти отверстия, чтобы остальные отверстия у нас не сбились. Вставили их в одно и так же само тут крайне просверлили, тоже вставляем. Вставили. Вот так оно выглядит сбоку у нас. Гвоздики прошли насквозь двух отверстий. Теперь необходимо остальные отверстия просверлить в лопате. Теперь они никуда не сместятся и будут ровно просверлены. Вот так просверлим сильно сквозь в лопате их эти отверстия. Раз, все просверлим их. Раз, все просверлили. Просверлили. Теперь берем заклепочку обыкновенную. Вот заклепка. Это у меня 4 на 12. 4 на 12 заклепочка. Вставляем это отверстие с этой смежной стороны. Вставляем. Вот мы видим. Раз. Лучше вставлять плоской головочкой с нижней стороны, где будет нас скользить по снегу. Вот так мы вставляем эти заклепочки. Вот вставили, как видим. Вот одну. Вторую вставили в данное отверстие. Теперь берем обыкновенный заклепочник и теперь затягиваем. И чтобы хорошо затянуть, мы берем, прижимаем эти пластиночки хорошенько и будем стягивать их. Вставили данные заклепки в отверстие. Берем заклепочник и работаем на усилие, пока гвоздик данный не оторвется. Щелк и все. Затянули. И аналогично все так будем проходить, затягивая данные заклепки по месту их пребывания. Вот так мы видим, как оно все это заклепано. И так продолжаем дальше. И так все заклепки поставили на место. Расклепали молоточком все эти концы. Расключили более так плоско, чтобы они не царапали поверхность плитки или основание другого там асфальта или бетонного. Расплескали. Вот как оно выглядит здесь. Вот видимый профиль. Все тут ровненько, без всяких зазоров. Все ровно. Расклепано плотно. Снег никуда не зайдет. И в таком состоянии лопата прослужит нам еще много. Зависит, сколько мы будем чистить по бетонной или другой твердой поверхности. По снежной поверхности оно надолго хватит. А по твердой поверхности, если будем работать, конечно, поменьше. Но я думаю, на один сезон все равно достаточно будет. И будет долго служить нас у лопата, потому что пластик не будет так изнашиваться. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезно. Всем желаю успеха и удачи. Кто желает подписываться на мой канал, подписываемся, чтобы узнать, что делается на моем канале. Всего доброго. До свидания.